Нормально. А почему устроить нельзя было вначале? А дальше что? Хорошо. Два этажа. Нет. Ну что? 10 тысяч. И что я сделаю, блядь, на 150 тысяч? Что? Ребёнок, вот, блядь, без одежды. А второй в школу у нас собирается. Всё нахер утонуло с учебниками. Что я, блядь, сделаю за 150 тысяч, блядь? Себе, блядь, сделаю за 150 тысяч, блядь. Что ты купишь-то? Что ты купишь на 150 тысяч? Я напоминаю, что чиновники несут ответственность за подготовку к к сезону лесных пожаров. Чиновники несут ответственность. Ну, должны нести ответственность за подготовку к возможному повышению уровню рек. Почему прорвало дамбу? Почему человек, который строил дамбу, которая должна была людей защитить от подъёма воды, дружит с губернатором приморского края Кожемяка? А почему те люди, которые 150 тысяч вообще не считают за деньги, обещают людям, которые всё потеряли? Такие смешные цифры. По нынешним цифрам это полторы тысячи долларов. Люди потеряли одежду, бытовую технику. Им нужно заново делать ремонт в домах. Иногда капитальный ремонт. 150 тысяч на семью, понимаете, не на человека. Вот как они хотят, чтобы россияне рожали больше детей? Троих, четверых. Если они даже пособия не могут сделать вменяемые, соответствующие численности семьи. Вот что произошло с домами. Они утонули очень и очень капитально. 150 тысяч за всё имущество, которое люди годами собирали, копили? 150 тысяч? У них же выборы, они даже перед выборами. У них отключается инстинкт самосохранения. Вот надо четко понимать про наших чиновников. Там есть нормальные люди. Правда их сложно найти. Днем с огнем, что называется. Но многие чиновники, многие люди, принимающие решения, когда они воруют, воруют, воруют. Поначалу у них есть какой-то страх, какая-то тревога. Блин, придут, арестуют, задержат. Боже! Проходит год, два, пять. Они едят лучшую еду в своей жизни. Они снимают шлюх. Они покупают лучшие автомобили. Покупают дома, квартиры, отдых на Мальдивах, где угодно. Они чувствуют себя небожителями. Проблемы простых людишек перестают их интересовать. И какая-либо тревога, какие-либо переживания. О боже! Я же делаю что-то плохое. Нет! Они начинают думать, что так и надо было поступать. Надо было брать деньги. Ну не вот этим вот же простым людишкам-то деньги нужны. А вот я потрачу их с умом. А теперь настоящая сенсация. Мэр затопленного города говорит о том, что происходит на самом деле. Три года. Все. Не дают, да? Одиннадцать миллиардов не дают нам. Одиннадцать миллиардов не дают нам. Не дошло сюда ни копейки. Не дают? Не дают. Конечно. Одиннадцать миллиардов нам не дают. Сообщает мэр затопленного Уссурийска. Вы что-то, вы будете со мной спорить что-ли? Да мы там спорить не будем. Ни копейки денег нам не дали. Федеральные. Вы поймите. Подожди. Все реки федеральные. Нам туда зайти вообще не дают. А что, а драки где? Раньше штативы. Не дают. Федеральные. Вы поймите, что мы пишем бумаги. Пофер. Все собственность федеральная. Им насрать на нас с вами. Москва. По словам не просто какого-то мужика сообщают, что это мэр Уссурийска Евгений Корж. Единая Россия говорит, да им на нас насрать. Я боюсь, что сейчас за этим мэром выйдет ФСБ разбираться, что это за сепаратистские высказывания. Единоросс мэр говорит, они на нас насрали, не дали денег на подготовку ко всем этим моментам. А те деньги, которые дали, достались другу губернатора Кожемяка, который не достроил плотину, поэтому ее нахрен смыло. Еще больше домов пострадало. Так что не надо между собой. А мы сейчас делали такую пробку. Все стоят и ругаются. Пацаны, вы что делаете? Да сейчас мы отъедем все. Ребят, я понимаю. Что сделать? Будем восстанавливать. Будем приходить, будем давать деньги. Что делать? А нам сейчас вот спасать, вот сейчас еще в стиле спаси. Да придем просить. Поможете самограмм? Конечно. Кому мы хоть раз не помогли? Еще раз, друзья. Это сенсация. Три года. Все. Не дают, да? А до войны? 11 миллиардов. Не дают нам. А до войны что? 11 миллиардов. Не дают нам. Не дошло сюда ни копейки. Не дают, не дают и не дадут. Серьезно? Конечно. Вы как-то не будете со мной спорить, что ли? Да мы там спорить не будем. Ни копейки денег нам не дали. Федеральные. Вы поймите. Подождите. Все реки федеральные нам туда зайти вообще не дают. А что, драки где? Раньше что-то делали. Не дают. Я говорю, федеральные. Вы поймите, что мы пишем бумаги. В этом году главный протестный регион страны – это Дагестан. Люди перекрывали трассы многократно. Сразу после Нового года в новогодние праздники в январе была одна коммунальная катастрофа, через полмесяца вторая, потом еще одна, еще одна. Вот очередной взрыв народного негодования. Люди перекрывают трассу просто потому, что у них многие месяцы в домах нет воды. Жара – плюс 35, плюс 40. И, конечно, это не единственный регион страны, который сталкивается с такого рода проблемами. К сожалению, для современной путинской России это норма. Но у людей постепенно вот это вот кипение выходит в открытую фазу. Опять же, вопрос – к чему это все приведет? Насколько это окажется эффективным? Почему-то на требования, законные, мирные абсолютно требования жителей Дагестана власти реагировать не спешат. Только благодаря такого рода акциям, ну, хоть немножко начинают шевелиться. Но такое ощущение, что ни Путин, ни администрация президента, ни, там, премьер-министр Михаил Мишустин, они всех этих моментов словно бы и не замечают. А что такое происходит? Да, наверное, ничего особо и не происходит. За выходные Россети устранили в Дагестане 22 технологических нарушения на объектах 6-10 кВт. В сетях 0,4 кВт, которые подходят к частным домам, счет на сотни. Ведется мониторинг состояния электроподстанций, находящихся в зоне риска из-за роста нагрузки. При температуре воздуха плюс 30, перегруженное оборудование нагревается до плюс 70 и выше. Чтобы избежать аварии, энергетики вынуждены превентивно вводить технологические перерывы в подаче электроэнергии. Графики публикуются накануне. Так, подождите, подождите. Чего? У вас в январе люди вынуждены были перекрыть трассу, потому что были проблемы со светом. И только сейчас, только когда люди в очередной раз перекрыли трассу, вы говорите, ой, мы так активно работаем, мы устранили 22 нарушения на крупных объектах и сотни нарушений на мелких объектах. Вы полгода чем занимались? У вас аварийная ситуация, у вас в любой момент эти трансформаторные все будки под станции, линии электропередачи гореть начнут и все остальное. А куда смотрели все эти Россети и другие организации? Куда чиновники смотрели? В Дагестане есть хоть один вменяемый народный депутат, чиновник, министры? Ведь понимаете, бюджетную зарплату получают там десятки человек, которые должны, ни один ничего не сделал, чтобы ситуацию исправить. Это мы так к выборам готовимся, да? У нас полгода до выборов президента, месяц до губернаторских выборов и выборов в ЗАГС собрания. Часть Махачкалы продолжает оставаться без света. Это столица Дагестана. В городскую единую дежурно-диспетчерскую службу продолжают поступать звонки и обращения о перебоях в подаче электроэнергии. На 9.00 зафиксировано 29 аварийных локаций. Но вы же понимаете, что рвется там, где тонко? Вы же понимаете, что если бы год назад, два года назад, пять лет назад там проводилась какая-то модернизация, плановый ремонт, нормальный, без воровства, ничего бы этого сейчас не было. Я опасаюсь, что если уж летом, когда народ традиционно отдыхает, когда народу не до протестов, не до каких-то политических требований, вот эти вещи начали происходить. Я опасаюсь, что осенью нас ждет такого масштаба социальный взрыв, что мало уже никому не покажется. В соцсети Дагестана сообщают, я не могу уже больше молчать, это уже не первое нарушение, будь то трудового законодательства или иных прав работников. Я являюсь сотрудником одного из государственных учреждений Унцукульского района. Уже годами нам начисляют зарплаты на карту Россельхозбанка и Сбербанка, потому что в нашем районе есть филиал Россельхозбанка и есть банкомат Сбера. Но теперь глава района пытается заставить всех государственных служащих переходить на банк Газпром, потому что у него там сыночек друга главы района является представителем этого банка. У людей уже терпение на исходе. Вот нам сейчас правда нужно, чтобы на Северном Кавказе были такие массовые народные волнения? Почему во время спецоперации наше государство не может людям обеспечить воду и свет в плюс 35, в плюс 40? А, наверное, нам сейчас скажут оправдание, ну наши же предки жили без кондиционеров и воду набирали в ручьях. Давайте, значит, спокойно относиться к тому, что нас заставляют жить как в средние века. В Иркутской области сотрудникам детской поликлиники почти в два раза сократили зарплаты. Руководство угрожает увольнением, если они не перестанут жаловаться. А надо жаловаться! Вас кидают, на вас экономят. Вас считают биомусором, новых нарожают. Мигрантов привезем, если будете выкобениваться. Это они серьезно так себя ведут. Это решение наших государственных служащих. Думаете, народ будет долго еще вот это все терпеть? Что-то мне подсказывает, что нас ждут очень непростые времена. Очень непростые именно в плане массовой, народной, публичной активности. Далее в этом выпуске. Страна находится в позитивном тренде своего развития, утверждают наши чиновники. В России все стабильно, зарплаты сокращаются, цены растут. С сентября волгоградские депутаты будут разъезжать на новеньких отечественных москвичах и Hyundai Solaris. Трэш на волгоградских выборах. Это характерно для всех регионов России. Посевные площади в России сократились за год на миллион гектаров. Якутия продолжает гореть. Площадь пожаров составляет почти 370 тысяч гектар. Национализация по-братски. Отжать бизнес и записать видео, что нет претензий. Украинские военачальники перекладывают ответственность на руководство НАТО. Российские эксперты предупреждают, новая волна COVID-19 достигнет своего максимума осенью. Ставьте лайки, пишите комментарии. Наиболее полный объективный обзор происходящих событий. Пожалуйста, если вы зашли похейтить в комментах, пишите четко. Где и что конкретно я говорю не так? Как-то искажаю действительность, как-то манипулирую фактами, что-то вырываю с контекста. Во вчерашнем ролике я жестко прошелся по Дмитрию Пучкову-Гоблину. И мне начали писать, что я вырвал что-то из контекста. Хотя я показал от и до. Вот фрагмент, как он был. Это называется комментирование. Никакого вырывания из контекста здесь нет. Вот если бы я взял одно предложение, да, может быть, это было бы вырывание из контекста. Я показал всю позицию человека. На мой взгляд, Пучков показал себя абсолютно невменяемым. Лидером мнений. Как и вот это существо. Это не просто депутат. Это глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Аксаков. Страна находится в позитивном тренде своего развития. У россиян улыбки, потому что доллар по 100 рублей. Это становится политической проблемой. Мы уже обсуждали Соловьева. Владимир Рудольфович внезапно жестко раскритиковал Набиулину. Как это вообще Центробанк не следит за нашей валютой? Правда? А где-то был раньше Соловьев все эти 20 с лишним лет. Теперь нам вообще объясняют, что это вообще, ну как бы, не проблема. После достижения психологической отметки 100 и даже 101 рубль за доллар, что-то начало меняться. Немножечко он опустился. На момент записи этого ролика доллары составляет 98 рублей за штуку. Но судя по таким вот заявлениям, скорее он еще сильнее поднимется. Будет типа 120. А потом опустится до сотки. И мы скажем, ну блин, могло ж было быть и хуже. А так 100 это нормально. Слава богу, что не 120. Я напоминаю, цены на лекарства, цены на автомобили, цены на телефоны, цены на там... Огромное количество экономики у нас завязано на импорт. Все мы продолжаем закупать в привязке к иностранным валютам. Делайте выводы. Все будет дорожать. Вот, пожалуйста. Люди фотографируют, присылают ценники. Что, почем сейчас продается. Очередная серия цен. На этот раз город Надым, где 9 месяцев в году зима, минус 50. Естественно, никаких овощей и фруктов своих не растет. Котировки, коровки свои не водятся. Абсолютно все привозное. Молочка и помидор с огурчиком в теории должны стоить немного подороже, чем у нас. Но вы сами видите тот ужас, что творится на ценниках. Может, люди там бедные. Ну как бедные? Половина работает в Газпроме зарплатами от 2 миллионов в год. Ну и цены на недвижку можно заценить. Вторичку после свежего ремонта. Так что ни в одном только Калининграде разгул цен в скобочках нет. Слушайте, я вам показывал помидоры на Дальнем Востоке по 500 рублей. А тут они всего лишь 115.99. Виноград 180.240. Молочко 76 за литр. А маслица около 100 рублей. В каких-то у нас регионах, получается, можно сделать цены вменяемые. А в каких-то нет. Как мы вчера с вами обсуждали. Вот это вот такое-сякое государство, неэффективное государство наше, способно организовать производство, чтобы зэки зарабатывали больше 50 тысяч зарплату. Зэки 50 тысяч зарплата. И оказывается, что для людей, которые работают на Газпром, помидоры будут по 115 стоить. И виноград по 180. А жители других регионов, и зарплата у них 17 тысяч, 15, 12 до сих пор где-то тысяч зарплата. И продукты в разы дороже. Напишите, как у вас с этими делами, как у вас с ценами. Крупные производители майонеза предупредили торговые сети об индексации цен на майонез и другие соусы на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов, пишет коммерсант. Что? Я немножко, может быть, не понимаю русского языка. Майонез – два основных ингредиента. Растительное масло, подсолнечное или оливковое. У нас подсолнечного масла, по-моему, очень даже до хрена. Мы его производим. А во-вторых, это яйцо, яичный белок. Скажите, пожалуйста, у нас же вроде как зерна завались. Мы его не можем нормально поставлять на мировые рынки. Цена на зерно почему до сих пор внутри России не опустилась? Те же курочки кушают комбикорм. Основной компонент комбикорма – зерно, зерновые. Производят огромное количество яйца. Из этого яйца майонез должен подешеветь. Нет, он подорожает. Скажите, пожалуйста, куда смотрит наша власть? Второй замечательный вопрос. Минсельхоз Патрушев – это один из кандидатов на место Путина. Клан Патрушевых в Совете Безопасности очень силен. Николай Платоныч Патрушев и его сын, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев – это вам не хухры-мухры. Минсельхоз сообщил о снижении цен производителей на картофель в России на 23,5%. На подсолнечное масло они опустились на 13,8%, сообщили в ведомстве. Ну, слава богу. Наверное, сейчас магазины завалят дешевой картошечкой. Хотя бы в августе. А вы напишите, как у вас с ценами на картошку в регионе. Но это еще не самое главное. У нас там пониже будет новость, почему-то ее в другое место куда-то я разместил. Друзья, у нас площадь посевная сократилась при таком эффективном сельском хозяйстве, при таких замечательных талантливых управленцах. Почему в России стали не больше, а меньше выращивать продуктов питания? Никакого логического объяснения для этого найти невозможно. Если у вас развернута мощность, но я понимаю, вы не можете привести новых тракторов, комбайнов, сейлок и каких-то сложных удобрений, химикатов, специфических необычных семян. Ну хотя бы базовые вещи вы можете произвести, чтобы люди наконец-то наелись у нас в стране, ходят полуголодные. Вы можете для школьников произвести еду, чтобы она была бесплатна хотя бы до 9 класса, вот с 1 по 9, чтобы все школьники у нас в России питались бесплатно. Российский рубль падает даже по отношению к украинской гривне. Гривна украинская. Мы вроде бы как, ну, ведем боевые действия. Украина обороняющаяся страна. Гривна подорожала к рублю, была около 1,7-1,8. Теперь 1 гривна стоит где-то 2,7. Еще раз. Гривна почти в два раза подорожала к рублю. Мощно, правда? Максим Орешкин назвал курс рубля недопустимым и анонсировал укрепление. Предполагается, что это может быть сигналом, что именно Орешкин, бывший министр экономического развития по прозвищу Фундук, именно мистер Фундук будет рулить нашим Центробанком вместо Набиулиной. Зная, какую политику он проводил, это шило на мыло, ничего не изменится. Более 200 человек эвакуировали из-за утечки аммиака в Новосибирске. Утечка аммиака произошла в Новосибирске 10 августа. Об этом начальник ГУМЧС по Новосибирской области Виктор Орлов заявил только 14 августа. Они боялись сказать, что что-то не так произошло. Народ не должен волноваться. Он не стал говорить, на каком предприятии произошел инцидент. Было эвакуировано 220 человек, пострадавших, слава богу, нет. Площадь лесных пожаров в Якутии составляет почти 370 тысяч гектаров. Аэропорт Якутск не может выпустить и принять ряд рейсов из-за дыма. Два самолета отправлены на запасные. В городе фиксируется превышение предельно допустимой концентрации химических веществ. Между тем, глава республики Николаев, у него тоже выборы, заявляет, что дым в столице региона сохранится минимум до среды. Колоссальные лесные пожары. Крупные средства массовой информации об этом вообще помалкивают. В комментариях напишите, кто смотрит телевизор. По телевизору про лесные пожары. Про эвакуацию 200 человек из-за утечки аммиака. Хоть что-нибудь говорят. Волгоградских кандидатов пустили в расход. С выборов сняли уже десятки оппозиционеров. В одной только Волгоградской области. Это фантастика. Трэш на волгоградских выборах. С дистанции в городе сняли 22 кандидата. Не будет ни одного самого движенца. У всех избирком нашел брак в документах. Сошлись гонки. Пенсионеры, домохозяйки, безработные. Шансов у них ясно. И так было немного. Зато отказано в регистрации действующим депутатам-оппозиционерам. Это Илья Кравченко, КПРФ. Виталий Кривошеев, ЛДПР. Дмитрий Крылов, беспартийный. Еще один смачный плевок Путину в лицо. Я просто теряюсь, как это охарактеризовать. Почему-то всякие Соловьев, Матвеичев, Симоньян об этом помалкивают. А именно они, как главные патриоты, должны в первую очередь об этом говорить. Не про Навальня от каких-нибудь, а про действующих чиновников нашей страны. Новенькие машины за 9 миллионов получат волгоградские депутаты уже к сентябрю. Победителем аукциона стала ООО «Акцент». Контракт подпишут с гендиректором управляющей компании «Агат». Данная фирма широко представлена разветвленной дилерской сетью различных автомобилей по всему Поволжью, в том числе в Волгограде. Компания родом из Нижнего Новгорода. Кстати, «Акцент» оказалась единственным участником аукциона. Может быть, это какая-то коррупционная махинация? Почему другие дилеры и местные предприниматели не подали заявок, остается загадкой. Но обычно знаете, как это работает? Вы прописываете условия тендера таким образом, чтобы только один участник мог им соответствовать. Ну, например, машины. Вот машины как машины, но у них должны быть какие-нибудь там никелированные диски. Вы специально заранее такую редкую штуковину заказали откуда-нибудь из Казахстана, прикрутили к машинам, и вы готовы их продать. Вот именно вы этот контракт и получите. А взамен ваши машины дороже на 20-30%. Эти деньги вы кладете себе в карман и делитесь с вашим замечательным сообщником-подельником. Так вот, дилер поставит машины в течение двух недель со дня заключения контракта новенькие москвичи и Hyundai Solaris. У нас же Путин поручил перестать покупать импортные машины. У нас Hyundai Solaris это те российские машины? Ребята, а как же так? Это чего ждать от наших школьников? Какого там уважения к власти? Если сами чиновники вот так вот обращаются с призывами Санцеликова президента. Как нехорошо получилось. Крымские любители роскошных Hyundai могут отправиться на поиски новой работы. Внедорожник Hyundai Taxon 2 срочно понадобился администрации Джанкойского района Крыма во главе с сынной Федоренко. Причем в самой дорогой комплектации Visioner. Visioner или Visioner. Я не знаю, как это по-английски читается. С регулировкой задних сидений, передними брызговиками и интеграцией с айфоном. Единственное послабление цвет машины пока не определили. Налогоплательщики отдадут за тачку почти 4 миллиона рублей. Чиновники исхитрились, как обойти президентский запрет. В администрации Джанкой они следят за новостями из соседнего Севастополя. Тут со скандалом отменили закупку микроавтобуса Citroën Space от Aurer Business Lounge. Стоит такая машина тоже около 4 миллионов рублей. Чиновники из госэкспертизы Севастополя решили отвалить почти 13 миллионов. Не своих же. Севастопольских любителей авто во главе с Денисом Ждановым уволят с позором, обещал губернатор. Ждем теперь отмены закупки и увольнений в Джанкое. Вот этот удивительный человек, зампредседателя правительства Пермского края, устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. Сам чиновник при этом никаких травм не получил. Сразу провели освидетельствование, он даже был трезв. Просто протаранил две машины. По ходу разбирательства выяснилось, что столкновение произошло именно из-за него. Это он не выдержал безопасную дистанцию и спровоцировал аварию. Видите? Видите это лицо? Чувствуется огромный интеллект, чувствуются задатки. Конечно, он ни в чем не виноват. Конечно, сразу понятно, что его надо отпустить, снять любые обвинения и пусть катается дальше. Пусть катается дальше. Я уверен, именно этим дело и закончится. Жители Челябинской области и фирмы Банкроты осаждают влиятельного единоросса в судах и у следователей. Об этом человеке я вам рассказывал многократно. И я хочу верить, я надеюсь, что эта история наконец-то станет последним гвоздем в крышку его гроба, фигурально выражаясь. Есть такой деятель, вице-спикер Челябинского ЗАГС Собрания Юрий Карликанов. Карликанов. Любитель добывать природные ресурсы. Когда добываются природные ресурсы на объектах Карликанова, жители соседних населенных пунктов страдают. Летит такая пыль, которая слоями осаждается на все поверхности. О нормальной жизни говорить вообще не приходится. Круглогодично. И летом, и зимой. Всегда. Только дождик иногда спасает. При этом Карликанов очень ловко делает свои дела. Все проверяющие говорят, что нет никаких проблем. Но вы знаете, огромное число жалоб, которым я вас всегда призываю. Наши депутатские запросы по этим поводам, они постепенно, знаете, вода камень точит. Все сложнее контролировать ситуацию, когда для серьезных людей ты являешься организатором проблем. Деньги это хорошо. Но ведь деньги можно зарабатывать тихонько, спокойно, без напрягов. А у Карликанова становится все больше напрягов, и его партнеры начали нервничать. Очередные разбирательства на сотни миллионов были инициированы физическим лицом и коснулись в том числе имущества, связанного снова с Молинским карьером. Объект Карликанова стал предметом непрекращающихся с жалоб жителей, которые дошли до главы Следственного комитета Бастрыкина, потребовал отчеты Бастрыкин. Карликанов настаивает, что нарушений нет, говорит о неком субъективизме, выпадав его сторону. Кредиторы требуют привлечь политика к ответственности по крупным долгам, которые ему пока удавалось избежать. Вот оно оказывается. И долги, и Следственный комитет, жалобы жителей. Это проблема для федеральных властей. Очень надеюсь, что Челябинск вздохнет полной грудью без пыли от объектов Карликанова. Андрея Ищенко приговорили к шести годам и четыремстам тысячам штрафа. Учитывая новости, эта информация играет абсолютно удивительными красками. То есть вдумайтесь, просто вдумайтесь. Месяц до выборов. На Дальнем Востоке все затопило. Есть конкретная вина региональных властей. Губернатор Кожемяка такой-сякой. Андрей Ищенко был кандидатом в губернаторы на прошлых выборах. Судя по всему, именно он победил на тех выборах. И чтобы избавиться от оппозиционного политика, именно сейчас, за месяц до выборов, на него повесили такой срок. Сиди, родной, шесть лет. Ты мошенник такой-сякой трали-вали. Понимаете, да? Как у нас в современной России делаются эти дела. И когда вы меня спрашиваете, Паша, давай, иди там, это, в политику там. Знаете, если в политику пойдет большая команда людей, которые будут друг друга прикрывать, я с удовольствием к ним присоединюсь. Это должна быть какая-то современная, боевитая, активная партия или какое-то объединение, какое-то движение. Людей, которые хотят менять ситуацию в стране. Людей, которые за перемены, к лучшему, за развитие России, за возрождение России. Один-то я-то туда что пойду? Чтобы я кому-то перешел дорогу, и от меня быстренько избавились? Наталья Поклонская. Начала в Госдуме проводить проверки, как бывший прокурор. А что там у депутатов с декларациями? Откуда у них берутся квартиры, машины? Все, молчит Поклонская. Вы помните еще эту фамилию? Ее перевели на должность, где она не имеет права публично высказываться. Ну, такая должность. В Генеральной прокуратуре. Сиди и молчи. Еще повезло, что не выслали послом хрен знает куда. А уже собирались. Или вот, раз и за решеткой человек. Я же не няш-мяш всемирно известный символ крымской весны. Вот такие, как Ищенко, отдельные лидеры. Такие, как Кагарлицкий, Стрелков. Крупнее меня политические фигуры. Все, нету их. До свидания. Серая житница. Российские аграрии теряют поля и урожаи. Вот эта информация. Прогноз по урожаю тоже заметно ниже прошлогоднего. 130 против 158 миллионов тонн. Это к вопросу об эффективности нашего сельского хозяйства и наших управленцев. В Хакасе автодорога Ак-Давурак-Абза снова закрыта. Проливные дожди подняли уровень реки Ак-Сук и объездную дорогу смыло. 7 августа эту автодорогу закрыли из-за паводка, но 9 августа сообщили о восстановлении движения. Это не только в Приморье произошло. По всей России мы знаем, мы видим это невооруженным взглядом. Как у нас разворовываются бабки на всем, чем можно и нельзя. В том числе на дорогах. Полгода назад мы это обсуждали. Вот смотрите, раздолбанная дорога. Ее никто не чистит. Скорая помощь не может доехать до человека. Человек погиб. Не дождался скорой помощи. Прошло пару месяцев, пришла весна. Смотрите, все тает. Дорога поплыла, дорога раздолбана. Скорая помощь не может проехать, человек умирает. Теперь лето. Пошли дожди, дорогу размыло. Скорая помощь туда не проедет, люди умрут. Это человеческие жизни. Вы подумайте на досуге, что происходит в головах у людей, которые у нас воруют на таких вещах. Они убийцы. Моя эмоциональная оценка – это убийцы. Люди, которые строят у нас мусоросжигательные заводы. Люди, которые воруют на дорогах, на школах, на больницах, на медикаментах. На многих-многих сферах деятельности. А сколько, напомните, получил срока наказания человек, который отравил россиян насмерть? Несколько десятков человек. Мистером Сидром. По-моему, там 42 человека погибло. 6 лет лишения свободы, да? 42 человека, 6 лет. Убийство для российской власти – это что-то абсолютно приемлемое. Это что-то абсолютно нормальное. Коротко о том, как работают ливневки. Вот, пожалуйста. Ведь это же деньги потрачены. Это потрачены деньги, надо четко понимать. Вода собралась вокруг, в ливневую канализацию она пройти не может. Это абсурд, в котором мы живем. Москва. У Собянина тоже через месяц выборы. Москва. Станция Динамо. Это что такое? В московское метро приезжают, спускаются туристы полюбоваться. Какая красота, вы посмотрите, какие люстры, какие мозаики. Это московское метро эпохи Собянина. Спасибо, Сергей Семенович. Похорошела Москва. Сразу видно. Люди приедут и сразу поймут. Вот лучший мэр планеты. Это что такое? Жильцы ЖК «Соседи» ищут депутатов, готовых делом подтвердить, что за них стоит голосовать. Состояние дорожного покрытия улицы Восточный промузел не соответствует эксплуатационным характеристикам. Повреждаются автомобили. Дорогу сложно переходить. Грязь и пыль. Никакие обращения результатов не приносят. Ищем помощи. Это ложь. Друзья, вот писать, что никакие обращения результатов не приносят, это просто смешно. Просто смешно. Я вам многократно повторял и буду повторять, чтобы вы это друзьям своим, родственникам пересылайте мои ролики, чтобы это до них дошло наконец-то. Но это стыдно такие вещи не знать. Вы пишете жалобу в Следственный комитет, в прокуратуру, мэру, губернатору, депутатам Единой России, депутатам ЛДПР, депутатам Справедливой России, депутатам новых людей, депутатам КПРФ. Всем. В Роспотребнадзор. Да куда угодно. И через две недели вы пишете еще раз то же самое. А еще через две недели еще раз то же самое. А еще через две недели еще раз то же самое. Пока вас в каждую инстанцию не позовут или не пришлют вам на почту ответ официальный. Что они будут с этим делать? И когда будет приближаться срок, когда они вам пообещают сделать ремонт, еще раз туда писать. А вы написали одну бумажку? Ой, чиновники сказали, что у них нет денег. Ну, значит, мы не можем ничего сделать. Вы сами-то активными становитесь. Один и тот же текст отправьте сразу во все места. В 10 мест, в 20 мест. В Краснодаре творят беспредел представители управляющих компаний «Перспективы развития», которые без стыда и совести распылили перцовый баллончик в лицо жительницы дома, а пожилому старику подставляли отвертку к горлу. Это настоящие бандиты. Я уверен, что их должны проверять в Следственном комитете. Люди, которые занимаются у нас ЖКХ, зачастую ничего полезного не делают. Просто собирают с людей бабки и красиво живут. Это современные, ну, настоящие бандиты. Настоящие бандиты. Неофеодализм самого мелкого такого местечкового уровня. Жильцы домов в городке Чекистов, название-то какое? Городок Чекистов, всеми силами пытаются добиться проведения капитального ремонта. В домах 30-х годов постройки его не проводили ни разу. Комплекс стоял в очереди на 20-23 годы, но потом сроки сдвинули на 39-41 годы. То есть дома должны простоять без капитального ремонта больше ста лет. Это сильно. Это очень сильно. Мне хочется, чтобы такие новости узнали наши прокуроры, следователи, ФСБшники. Потому что они создают такую страну, которая забудет о них очень быстро, очень скоро. Пройдет 5-10 лет. Ребята, вы станете пенсионерами с пенсией 15 тысяч на нынешние деньги. А если рубль будет дорожать еще, в смысле доллар будет дорожать, рубль будет падать. Даже гривни, е-мое, даже гривни. Министр госимущества и земельных отношений Руслан Тедеев сообщил. Подготовлен участок в районе мемориала Барбашова поле, площадью порядка 45 гектар, который включен в границы Гизели. Это позволит обеспечить землей более 500 многодетных семей. Вот это действительно хорошая новость, потому что земли в республике не хватает, очередь за ней огромная. Слава богу, на Северном Кавказе потихонечку решают хоть какие-то вопросы. 500 многодетных семей получат землю для своего индивидуального жилищного строительства. Это правда хорошая новость. Хотя, по идее, это должна быть обыденность. Это должно происходить на автомате. Вы подали заявку, бац, получили землю. К сожалению, с этим большие проблемы. В Черкесске суд вернул земельные участки в собственность города. Это уже становится доброй традицией на нашем канале. За последние пару месяцев прокуроры, суды, десятки объектов изымают у разных дельцов, у олигархов, у корпораций. И передают их в государственную собственность. Государство у нас, конечно, специфическое. Это сложно сказать, что в народную собственность. Но, тем не менее, государство имеет все инструменты, чтобы пересмотреть итоги грабительской приватизации 90-х. Это простая мысль, о которой говорят факты. И, к сожалению, до многих эти простые факты не доходят. Потому что они просто не замечают этих новостей. Вот кто меня смотрит, вы в курсе. Кто смотрит любые другие обзоры, я так понимаю, что такие вещи просто проходят где-то стороной. Ведь это же не хайповая новость. Это не про Путина. Это не про Матвиенко даже. В Черкесске суд вернул земельные участки по иску прокуратуры. Надзорное ведомство после проведения проверки настаивало, что городские власти передали земельный участок АО «Водоканал» с нарушениями закона. Этот участок был разделен, и получившиеся на дело были проданы. Суд, изучив представленные доказательства, согласился с доводами прокуратуры, удовлетворил требования о признании сделок недействительными и возврате земельных участков в собственность города Черкеска. Супер! Мне кажется, это фантастика. Бастрыкин затребовал доклад, почему дети из магнитогорских поселков ходят в школу по трассе. Спасибо всем, кто пишет эти жалобы. Спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, помогает эту информацию распространять. Спасибо Бастрыкину, что включаются в такие вопросы. Объем нераспроданных новостроек и срок их реализации. Вот это вообще песня. Эта новость просто сказочная. Нам в страну завозят нереально огромное колоссальное количество мигрантов. Говорят, что без них строить Россию будет некому. А тут вдруг оказывается, что половина недвижимости, которую строят в нашей стране, ее некому покупать. В Москве не распродано 58% квартир. 58% больше половины. В Питере 60%, в Краснодар 75%. То есть они строят человейники по таким ценам, что их никто не покупает. А зачем вы тогда завозите мигрантов? Вы зачем столько строите? Вы зачем цены задираете настолько высоко? Ну снизьте цены на 20%, на 40% люди побегут покупать. Это же фантастика. Доля остатков к общему проектному объему зашкаливает. Нет ни одного, вот из крупнейших регионов, нет ни одного, чтобы меньше 50% было нераспроданных остатков. Вот это вот трудолюбивые соотечественники приезжают к нам, снимают жилье. Вот это, например, семья сушит белье на 20-й этаж, Москва-Одинцово. Чтобы белье не улетело, как вы видите, его немножечко прижимают кирпичами. Кирпичи на краешке, на 25-м этаже. Гости столицы и москвичи, пожалуйста, ходите подальше от здания. Входя в подъезд, на всякий случай прикрывайте голову рукой. Мало ли, кто там сушит белье над вами в этот момент. Приходят тревожные истории, как тревожные. Надо наводить порядок. Оказывается, у нас возвращается практика 90-х. Хотите работать таксистом? Договаривайтесь с местной бандочкой. Люди не русских национальностей, сломанным акцентом, сломанным русским языком, занимают места и говорят, что больше тут никто не имеет права вообще брать заказы. Это происходит в Новосибирске. То же самое происходит в Москве. Я думаю, мы не будем смотреть сети истории. Спасибо телеграм-каналу Многонационал, хотя они частенько перегибают палку, но такого рода повестку они отслеживают четко. Заходите в телеграм, смотрите такого рода информацию. Жесть, просто жесть. Свердловская область рискует остаться без таксистов из-за нового закона. К июню из такси ушло полторы тысячи водителей. Как мы обсуждали в последнее время, уходят водители скорой помощи, врачи, увольняются учителя, увольняются работники метрополитена, увольняются полицейские. Теперь еще и полторы тысячи таксистов только в Свердловской области увольняются из-за нового закона. Так может они просто бомбилами будут? Или куда они пойдут работать? Я не понимаю. В Киргизии местные власти отжали успешный ресторан Дубровский у русского предпринимателя и заставили его записать видео о том, что он не имеет никаких претензий. Это фантазия какая-то, емае. Здравствуйте, уважаемые горожане, уважаемые гости города Бишкек. В связи с резонансным событием касательно здания ресторана Дубровский хотелось бы сделать пару объявлений с участием арендатора, то есть владельца данного ресторана Серковым Валерием Валерьевичем. Хочу поблагодарить его от себя лично и от всего муниципалитета города Бишкек. Валерий Валерьевич, вам слово можете сказать касательно... Уважаемые горожане, хотелось бы отметить, что в соцсетях сейчас много шума по этому поводу. В принципе, там, конечно, неправильные суждения чуть существуют о том, что у меня якобы рейдерским путем мэрия захватила это, не соответствует действительности. Да, действительно, мэрия города Бишкек мне выдала на руки предписание. Знаете, как это называется? Мужик, а мы тебе впаяем клевету. Тебе. Давай-ка ты расскажи, что все было по обоюдному согласию. Никакого насилия не было, все, все четко. Но есть и хорошие новости. В Челябинске на рынке около ЖК Парковый Премиум прошли очередные антимигрантские рейды. Пока об этом Следственный комитет перестает сообщать, мы об этом будем сообщать. Пишите комментарии, ставьте лайки, чтобы эта информация разошлась максимально широко. В магазинах торговой сети Пятерочка могут вести тесты на знания русского языка для сотрудников-мигрантов. Это, честно говоря, какая-то вообще нереальная история. Ну, то есть, вдумайтесь. У нас по закону получить разрешение на работу может только человек, сдавший экзамен по русскому языку. Выходит, что государство это декларирует, но не делает ни хрена, это придется делать Пятерочке. Пятерочка должна заменить собой государство, которое вроде это должно делать, но не делает. Просто стыд. Честное слово. Просто стыдно. Несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейн. Богатая ближневосточная страна. Девушек от 13 до 17 лет заманивали в Бахрейн, отбирали паспорта, заставляли заниматься проституцией. Жертвами становились несовершеннолетние девочки из Нальчика, Кисловодско-Пятигорско-Минвод Дагестана. Деньги, заработанные потерпевшими, отправлялись в главе банды через Western Union на установленные данные разных лиц. Скажите, пожалуйста, как девушек до 17 лет могли похитить, куда-то вывезти без согласия родителей? А чем родители у нас занимались? Ну, мне просто интересно, чем занимались наши следственные органы? Вот еще история чудесная. В Ижевске школьница выпрыгнула с четвертого этажа, пытаясь сбежать от насильника. По словам девочки, мужчина начал приставать, когда она зашла к нему в гости. 15-летнюю Алину ими изменено. Нашли под окнами дома на Пушкинской вечером 12 августа. Девятиклассница была жива. Ее доставили в больницу, траливали. Она вечером, вечером зашла в гости к 34-летнему Андрею. Он на фото. Разница в возрасте 20 лет. У меня у самого супруга ей прилично нравится в возрасте 8 лет. 8 лет. Это уже ну как бы приличная разница. Вот сейчас тут 20 лет. Скажите, а зачем девочка 15-летняя пошла к взрослому мужику, прям взрослому мужику вечером? Как вы думаете, зачем 15-летняя к 34-летнему мужику? Ну как бы чё, чай пить или ну зачем? Он не репетитор ей. Он не... Он кто? Это большой, долгий вопрос. Я могу как учитель сказать, что детям надо все эти вещи разжевывать в каком-то возрасте. до того, как они это узнают из интернета, потому что в интернете они узнают все наперекосяк, и это будет вообще билиберда. А узнают это они в школе, в детских коллективах, они это начинают обсуждать уже лет в 8, в 9, в 10. Поэтому до 10 лет ребенок должен знать хотя бы какие-то базовые, основные вещи. Откуда берутся дети? Вот как вы хотите, товарищи родители, так вы и обязаны. Это ваш родительский долг объяснить родителям, объяснить детям, что такое мужчина, что такое женщина, и какие есть вещи допустимые, недопустимые, позитивные, негативные и так далее. Потому что если вы будете, как бы это сказать, думать, что как-нибудь оно само потом или ой, ей 15, ей еще рано об этом знать. О, да, да, ребята, план надежный, как швейцарские часы. Если ей в 15 рано об этом знать, ждите, что ей придется делать аборт или рожать в 15. Благодаря тому, что вы хотели, вы думали, что ваша девочка или ваш мальчик живут в каком-то райском царстве. Дополнительный прием на бюджетные места в уральский педагогический. Уральский Педвуз объявляет дополнительный прием на бюджетные места по программам бакалавриата. Бюджетные места не могут набрать учителей будущих в педагогический университет, а мы знаем, сколько сейчас, как дорого стоит платное обучение, да, бюджетных мест не так много. Не могут найти учителей будущих. Никто не хочет идти учителем работать. Год педагога и наставника. Вот это путинский план. Тоже надежный, как швейцарские часы. Подскажите мне, что можно говорить вместо надежный, как швейцарские часы? План надежный, как что? Как втулка и ступица? Не знаю. Вирусолог Волчков. Осенью в России будет новая волна COVID-19 с участием Эриса. Я вас предупреждал, друзья. Август, сентябрь, время, когда у нашей медицины план, как можно больше людей поставить укольчики. Сейчас всех будут обзванивать, приглашать бабушки, дедушки. Слышали? Скоро новый вирус придет. Надо срочно обновить укольчик. Готовьтесь, своих родственников предупредите. Украинские военачальники полагают, что военное руководство НАТО несет ответственность за провал летнего контрнаступления вооруженных сил Украины, сообщает украинское издание Униан. В это особенно углубляться смысла нет, но для России это, конечно, очень и забавный, и позитивный знак. Чем больше Украина цапается со своими западными хозяевами, тем быстрее она будет терпеть разного рода неудачи. Иностранные делегации приехали на форум Армия 2023, и это является лучшим ответом странам, любителям санкций, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаос. Ура! Ура! На фронте парням не хватает буквально всего, зато мы проведем форум, чтобы нашим коллегам, партнерам показать, какие у нас есть супер-мега штучки. Я воздержусь от комментариев, хотя я думаю вы понимаете, что я думаю об этом всем. Ладно, про Дагестан мы сегодня несколько раз вспоминали, и такие новости, и сякие новости, но вот позитив. Центр ядерной медицины. В Дагестане впервые вылечили рак и открыли первый центр ядерной медицины для диагностики онкологии. Как сообщают в Минздраве Республики, уникальное оборудование по нацпроекту здравоохранения позволило удачно прооперировать одновременно рак молочной железы и рак матки. Важный фактор успеха обнаружения болезни на ранней стадии. Друзья, это был обзор новостей, все главных новостей за прошедшие сутки. Спасибо всем, кто пришел, кто поставил лайк. Всех вам благ, как берегить себя. Смотрите у нас интервью на канале Павел Иванов, смотрите наши прогулочные аналитические ролики на канале Неаудио статьи, участвуйте в наших эфирах в Телеграме, вместе мы села, вместе мы победим.